В последнюю неделю перед Новым годом в магазинах наблюдается пик покупательской активности. Народ сносит с прилавков продукты, ну и, конечно, алкогольную продукцию. Опасаясь, что в новогодние праздники магазины работать не будут, цены взлетят или ассортимент поредеет. Так может быть уже сейчас пора занимать место в очередях за градусными явствами? Давайте разберемся. Полки не опустеют ни до праздников, ни после, уверяют владельцы продуктовых магазинов. Волноваться и запасаться не стоит. Учитывая опыт прошлых лет, специалисты увеличивают закупку в два с половиной раза. Всего, что может понадобиться утомленным застольями горожанам. О режиме работы тоже переживать не стоит. В условиях жесткой конкуренции магазины будут открыты без выходных и проходных. Цены на алкогольную продукцию в первую неделю нового года тоже не вырастут. А дальше нужно готовиться к увеличению стоимости алкоголя. По итогам третьего чтения в Госдуме решено поднять ставки акцизов. На вина и шампанское, кроме отечественного, сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь, а также на все виды табака. Бутылка водки цена возрастет где-то рубля на 4, по настойке сладкой на 2 рубля, а бутылка пива на 50 копеек. То есть цен рост в связи с ростом акцизов будет несущественной. Безопасность алкогольной продукции на прилавках торговых точек областного центра гарантируется, уверены в административном департаменте региона. Во всех магазинах, лицензированных на продажу градусных напитков, работает система ЕГАИС, контролирующая объем производства и оборот спиртосодержащей продукции. Покупая горячительное в любом магазине, советуют чиновники, убедитесь, что алкоголь продают легально, а не из-под полы. Если магазин не имеет лицензию, если вы не видите в уголке покупателя копию лицензии или вам отказывают, то это уже факт насторожиться или обратиться в органы внутренних дел, прокуратуру, к нам в административный департамент о том, что есть такой факт и что у нас есть такие опасения. Убедиться, что крепкие напитки не контрафакт, можно, что называется, на глазок. Достаточно взглянуть на этикетку. Мы с вами смотрим на акцизную марку, на которой должен быть указан PDF-код и QR-код. Если отсутствует на акцизной марке PDF-код и QR-код, значит это незарегистрированная акцизная марка в системе ЕГАИС. Все мы понимаем, что это незаконная акцизная марка. На кассе продавец должен пробить товар дважды. На чеке обязателен QR-код, проверив который с помощью специального приложения на смартфоне, можно узнать судьбу бутылки, проверить, соответствуют ли данные номиналу или тражу, когда и где была выпущена продукция. Это, понимаете, как не облегчение для наших покупателей, а спокойствие для наших покупателей, что купив алкогольную продукцию, они могут быть спокойны, что никаких последствий, если только не передозировка, у них не случится. Алкогольную продукцию надо покупать в проверенных магазинах, потому что все документы и весь алкоголь, который приходит в наши магазины, он обязательно проведен через систему ЕГАИС. Осторожность и внимательность времени много не займут, новогоднего настроения не испортят. А вот жизнь спасти могут. В прошлом году несколько человек в областном центре погибли, употребив контрафактный алкоголь, производитель которого вместо этилового спирта использовал метиловый. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иваново.